На флаг! Тюсь! Смирно! Флаг! Тюсь! Поднять! Севастополь – это, наверное, моя душа. Действительно. Потому что я без этого города жить уже не смогу просто. Севастопольцы – это особые люди, с особым менталитетом. Это патриотизм, конечно, который впитывается с молоком матери. Если другие будут молчать, севастопольцы молчать не будут. Севастополь никогда не был украинским. Никогда. Он был всегда российским городом. Нужно понять, то, что произошло 23 года назад, это была большая ошибка политиков. Нельзя было отдавать Крым, Севастополь, населяющим большинством русского населения, отдавать украинской территории. Это ошибка была. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда флот стали делить, папе предложили служить в украинском флоте. Отец сказал, говорит, я присягу принимал один раз, написал аэропорт и ушел в запас. Я здесь 10-летним мальчишкой попал в Севастополь. Ну и так вот сразу же окунулся в Севастополь, пропитался духом Севастополя. Ну я же не вечный, хочу построить детям, как говорится, дома, чтобы был здесь сад, огород, чтобы жили достойно. Но прежде чем что-то строить, здесь надо все, как говорится, вот этой штукой пропикать. Вот, достать и извлечь все, что здесь есть, взрывоопасно. Потому что наша севастопольская земля, она насквозь пропитана взрывоопасными предметами. Мины, снаряды, гранаты. Мина, снаряды, гранаты. Бои завязались вот тут, на высоте, вот в селе, в село все горело, бомбы, немецкие самолеты бросали, а сверху с пулеметов били. А мы маленькие были, и мы бегали вместе с солдатами. Я солдата одного вот так в карман ему залез, захватил вот так, за галифье. И вот с ним бегал. Он меня таскал, прикрывал, где пули светели, рвалось, он меня прикрывал, солдата. А я плакал. Он мне все кричал, не плащ, не плащ, не плащ, я тебя прикрою. Отца убило тут. Бомба упала, пополам перерезала, птички выпали. Вот он их еще собирал и сюда старался поправить живот. А потом матери говорит, Мария Ивановна, спасай детей, я уже все, погиб. Мы не успели еще копаться, а вы знаете, даже у нас не было лопат. Штыком мы там две сопки, река Качин, мы на двух сопках заднюю оборону. И вот в это время, значит, начали, в 11 часов появились первые 7 танков под прикрытием пехоты. Они подошли, значит, на расстоянии 3 километра, а мы и начали прям стрелять. А мы с винтовки можем только на 800-500 метров стрелять, а они на 3 километра и по окопам. А у нас окопы какие? Неглубокие, потому что, а оси, мы в бушлаток, и до нас окопки. И у нас вот был курсант Мальцев, так когда подошел вплотную, все 10 курсантов погибли, а он остался один, и немцы кричат, сдавайся. А он говорит, русские не сдаются, и подорвал себя, сам погиб, и погибли 12 фашистов. Окунаешься вот в ту обстановку, именно 41-й год, 42-й, когда вот эти доты наши копаешь, и ты реально в руках держишь вещи, которые держали в руках наши солдаты. Это все настоящее. Это наши. Наши здесь были. Вот они. Полное ощущение того, что ты занимаешься тем, чем должен заниматься. У нас вся севастопольская земля пропитана кровью. Нет. Крупный предмет какой-то. Вот. Граната. Ага. Запала нет. РГ-33. Ручка откручивается. Предоходительная ЧК на месте. Вот. Ага. Вот. Видите, даже сохраненный боек очень чистый. Смотрите, какой. То есть ее можно использовать. Все, кто отдал жизнь за эту землю, это родные наши люди. Нельзя к ним отнеститься. Нельзя их делить. Никак. Нельзя их делить. На грузин, армян. Мы все едины. Они отдали жизнь за эту землю. Они защищали нас. Они сделали все, чтобы мы жили на этой земле нормально. И наша задача – жить на этой земле нормально. Иначе мы не достойны их славы. Я был курсантом второго курса. И по тревоге нас подняли, значит, для того, чтобы направить на передний край, чтобы остановить дальнейшее продвижение немецкой фашистской войны на Севастополь. У нас на вооружении было всего две противотанковые гранаты и два ящика бутылок с ручей смесью. Мы в первом бою, первый день потеряли половину. Но ни один курсант, видя такую тревожную обстановку, не поднялся и не проявил там трусость, а стоял до конца. Это был последний оплот обороны. Сюда отошли наши войска под наступлением немцев. То есть, с одной стороны, были немцы, которые прижимали нас к морю, а с другой стороны, собственно, море. Многие прятались под скалами, вот так вот сидя по горло в морской воде пить было нечего. Пресной воды не хватало для того, чтобы как-то восполнить необходимость пресной воды. Кто-то пил собственную мочу, кто-то смешивал морскую воду с сахаром, чтобы каким-то образом ее можно было употреблять. Трупы, трупы вокруг, трупы в несколько слоев. Немцы, когда пришли, уже нашим нечем было отбиваться, отбивались камнями. Уже просто ребятов брали за руки и шли, чтобы не сдаваться, шли, чтобы плен не сдаваться. И шли просто в атаку, вот именно без ничего уже. Или шли с голыми этими самыми, ну, винтовками или автоматами без патронов. Вот, немцы, когда пришли на берег, они сразу же кого расстреляли? Командный состав, расстреляли коммунистов и евреев. И раненые, 35 тысяч на берегу лежало раненых. Представляете, со всех госпиталей города, все сюда, потом все же знали, что там будет эвакуация. И вот немцы ходили, добивали целенаправленно этих 35 тысяч раненых. Представляете? Это надо, вот, цивилизованная нация, да, мы говорим, Германия. Сейчас они там что-то бульбы пускают, что вот мы там, Германия, вот. А на самом деле они забыли, что это фашизм. Вот, и они даже против того, чтобы мы выбрали, чтобы жить с Россией. Как это мы будем без России? Город был приглашен в одни руины, кирпичи. Каждый квадратный метр был засыпан осколками снарядов. Не зря город Севастополь объявлен городом героем. Потому что каждый, кто здесь был, он проявил героизм. Во всех городах героев были пустые номер один. Но из всех при развале Советского Союза на данный момент и все эти тяжелые годы остался пост номер один в городе Героя Севастополя. Значит, напоминаю, как идет строевой шаг. Ножка поднимается 30 сантиметров, вот так. Понятно, да? На ритуальный шаг должен ножка подниматься вот таким образом и опускаться тихо. Понятно, да? Начинаем движение при поднятии моих рук. Останавливаемся и переходим на ритуальный. Смена остревым шагом. Марш! Смена ритуальным шагом. Марш! Ты, когда приходишь на пост номер один, ты окунаешься полностью в эту атмосферу. Ты видишь эту форму, ты видишь, как на тебя смотрят люди, как они отдают тебе честь. Ты прямо вот проникаешься этой атмосферой. Моряки – это все-таки особое воинское подразделение. Оно, наверное, отличается от всех других. Я так думаю, что море, оно дисциплинирует. И как-то вот оно по-другому на человека влияет. И поэтому не зря так гитлеровцы и маячков боялись. И я считаю, что Севастополь никогда не был сдан. Брать его брали. А сдать его никогда не сдавали. Просто защитников уже не было. Севастополь Севастополь Вот мы сейчас с вами подходим к скале. За этой скалой находится грот. Так называемый у нас была клави, мы называем его командирский грот. В начале войны, в 1941 году, здесь стоял наш пограничный катер. Он не помещался весь. Передняя часть была выкрашена под цвет скал. Он здесь прятался и стоял в боевом дежурстве. Если только появлялся какой-нибудь немецкий корабль, какое-нибудь плавсредство немецкое, катер неожиданно выскакивал. На скорости где-то 32-36 узлов сбрасывал торпеды со всех видов вооружения, пулеметы крупнокалиберные. Вот. Вели огонь. И если удавалось уходить на базу, уходили. Мы находимся на территории 11-й береговой батареи. И здесь собственными силами, с помощью неравнодушных севастопольцев, мы пытаемся создавать Народный музей обороны Севастополя 1941-1942-го годов. Садитесь, ребята. Не всем детям удалось эвакуироваться из Севастополя. Оставалось порядка 2,5 тысяч детей в городе. И их надо было чем-то занять. Потому что невозможно было, чтобы они под этими бомбежками болтались где-то на улицах. Вот эти помещения, они примерно соответствуют тому, где находились подземные школы. Вот какие ваши ощущения? Скажите, вот вы сюда зашли, ваши первые мысли, ощущения какие? В неделе. Темно, мало, холодно. Правильно. Трудно было достать учебников. Часто было так, что на класс приходился только один учебник. Вот у нас есть очень интересный учебник, где девочки тут уже прочитали. Современная литература, но год какой? 35-й. Тетрадки закончились очень быстро, поэтому писали на сшитых листочках бумаги. Когда закончилось и это, то брали газеты и писали между строчек. Они закончили учиться. И все получили аттестаты и табеля. И старшеклассники сразу ушли, кто на фронт, кто в партизаны. Я вам предлагаю сейчас попробовать написать тоже письмо. Это письмо любому бойцу. Вы можете написать свои пожелания или благодарности, или другие какие-то ощущения. Дорогой боец, спасибо, что не испугался и стоял до конца. Ты был смелый и отважен. Спасибо за город, которым мы сегодня гордимся. Мы любим Севастополь. Мы гордимся тобой. Мы помним ваш подвиг и храним память о вас. Караул, равняйся! Смирно! Товарищ начальник поста номер один. Караул юноармейцев 14-й школы для подведения итогов построен. Доложил начальник караула юноармейец Марчук. Благодарю за службу! Служу отчизне! Клятва юноармейца. Держать в своих руках оружие так же крепко, как держали его защитники города-героя. Клянусь! 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 Субтитры делал DimaTorzok Вот представьте, что когда наши войска, наши бойцы начали наступление от подножия тех гор на Сапунгору, то немцы вот отсюда, где мы стоим, могли бы видеть каждого нашего бойца, как любой из этих виноградных столбиков. Практически немцы могли стрелять, видя все как на ладони, как в тире расстреливают наших бойцов. К Сапунгоре мы пришли с закрытыми глазами. Мы не знали ничего, где какие огневые точки, где командные пункты, где артиллерия, где что находится, мы не знали. Один тот факт, сколько потребовалось волн наступления, чтобы взять эту высоту, это то, что флаг, который вырузили вот наверху, как знак того, что эта высота взята. Это сделал 16-й человек, который его нес. Ни одного немца мы не оставляли в живых. Даже рядом он там будет, лапы поднимет. Но это его не спасало. Пару месяцев назад я немножечко ниже пошел и там обнаружил траншею. И в траншее был очень сильный металлический сигнал такой. Я начал копать на глубине 20 сантиметров, я нашел каску немецкую. Потом уже пошли кости, череп, челюсть и так далее. И когда начал разбирать, складывать все аккуратненько, нашел жетон. В случае гибели немецкого солдата этот жетон оставался у его непосредственного командира. А вторая часть укладывалась вместе с телом, которое придавалось земле. Ну, в общем, задача предстоит выйти на архив Германии. И, может быть, даже есть родственники, чтобы они, может, приехали и забрали останки. Гитлер мечтал об Крыме и о Севастополе, и даже названия свои придумал. Но не получилось, и, я думаю, ни у кого не получится, потому что город русской славы. Был, есть и будет во все века. Севастополь Севастополь был еще краше. Когда едешь в троллейбусе, когда спрашивают, кто и где, как пройти, ну, мы, мальчики, не могли это объяснить. Мы выходили с троллейбуса и все рассказывали, подводили даже к дому. Велико через день и где-то находилось. Балаклава, она тоже является четвертым районом города Севастополя, как бы. Здесь у нас в Балаклаве была база подводных лодок. Был завод секретный, из-за которого, кстати, Балаклава стала супер секретным городом. Она была стерта со всех карт мира. И даже сейчас в GPS во многих автомобилях набиваешь Балаклаву, ну, программу, и не всегда покажет. И люди, которые работали на этом объекте, даже сейчас до сих пор неохотно делятся информацией про этот объект. Я командовал ракетной подводной лодкой 644-го проекта именно в Балаклаве. Ее задача была, после того, как американцы поставили ракеты средней дальности в Турции, обеспечить им контрмеры. И вот мы своими, на этих подводных лодках, несли боевую службу в готовности нанести удар в любой момент, если они посмели вот этими ракетами средней дальности нанести нам удар. Ну, сейчас вы сами понимаете, холодная война как бы закончилась, но Америка, видите, по-прежнему не согласна. Им все кажется, что мы неправильно живем, и они считают своим долгом вмешиваться в нашу жизнь. Но это неправильно. Мы сами правы выбирать, как нам жить. И Россия – это наша родина. Я думаю, что американцам с нами лучше дружить, потому что мы им ни по мастерству, ни по силе не уступаем. А русские, они знают, что это люди, готовые на самопожертвование. Я вот прямо скажу, что мы за свой город-подводники, за свою вот землю, за Крым, как мы привыкли здесь, за Черное море, мы, наверное, просто так никому не уступим. Как бы сильны кто-то не был. Сами написали, распрубили на эти нагрузки. Севастопольцы всегда считали свой город российского подчинения. Он не был переподчинен никогда. И поэтому, может быть, так и поднялся народ, когда сказали, что тут все будет украинизировано полностью. Народ этого терпеть уже не мог. Конечно же, временами было страшно, когда ты смотришь украинское телевидение, и прямым языком говорят, что мы враги, что нас захватили. А такого на самом деле-то и нет. Никто даже не хочет вникать в суть, как это все было. У меня вот мороз по коже, так, и я вот то, что вот сейчас произошло, я вам первому говорю, вот с чем я это связываю. В 45-м году мне было 9 мая, значит, 13 лет и 24 дня, так. И вот в 4 часа ночи вывалился военком, он держал ручной пулемет и, значит, один диск разрядил, второй диск разрядил, и он орал победа. Вот тогда мы вот такое, значит, тут испытали. Вот точно так же сейчас здесь было в Севастополе. Люди плакали, люди ликовали. Так вот, вот тот, кто не был здесь в оккупации фактической, в унизительной, в украинизации насильственной, тот этого не поймет. Я считаю, что Севастополь вернулся домой, действительно. Как ни крути, у Севастополя русские корни, и я считаю, что никто не имеет права это отрицать. Мы прям как-то вот, не знаю, как в сказке, мы так мечтали вернуться в Россию. И вот мы уже в России. Спасибо большое, господи, спасибо. Учитывая, что мы уже как бы в Российской Федерации, стало быть, уже наклеим номер, как Российской Федерации. Раз мы в Российской Федерации, и машина должна принадлежать той же самой Федерации. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Отец участвовал. В обороне 41-го и 42-го года города-героя Севастополя. А я участвовал уже в третьей обороне Севастополя. Надеюсь, что ни правнуки, ни проправнуки не будут стоять в обороне города-героя Севастополя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok